В стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального состоялся отборочный этап проекта Всероссийская студенческая лига дебатов. Это единственное в стране федеральное дебатерское движение, которое объединяет клубы дебатов и выводит данное движение на совершенно новый уровень. Сейчас подходят участники. Первая часть этапа, 1.8 и 1.4, пройдет здесь, в здании Казанского Федерального Университета, Центр информационных технологий, если не ошибаюсь. И вторая часть, полуфинал и финал, пройдет в творческом пространстве Маяковский, где в торжественной обстановке произойдет награждение участников и победителей. Победители, они отправятся на финал в Москву. То есть по итогам всех 10 субъектов соберутся 10 команд. И дополнительные команды из Москвы будут соревноваться в финале в начале марта этого года. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Российское общество политологов и кафедра связи с общественностью и прикладной политологией Казанского Федерального Университета. Участниками лиги дебатов стали лидеры студенческого самоуправления, молодежных организаций, молодые предприниматели, ученые и журналисты, а также творческая и спортивная молодежь России. В ходе отборочного этапа лиги участие в дебатах будет проходить по заранее заявленным темам в рамках трех направлений, а именно глобализации и международные вызовы. Молодежь в политических процессах современной России и молодежное предпринимательство как фактор развития российской экономики. Тем очень много, они максимально актуальны в нынешней ситуации. Это начиная от криптовалют в экономической сфере, заканчивая, например, участием в выборах, возможностью продемонстрировать свою гражданскую позицию. То есть тематики, они широкие, экономика, социальные сферы, психологические, политические, охватывают максимально большой диапазон сфер. Лига реализуется в рамках федерального проекта «Молодежь 2030. Будущее России глазами молодого поколения», что предоставит участникам дополнительный шанс внести свой вклад не только в развитие современной молодежной политики Российской Федерации, но и в формирование образа будущего России, какой молодежь хочет видеть нашу страну в 2030 году. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.